Поднимут или не поднимут стоимость за проезд в армянском транспорте? Это уже такая Санта-Барбара. Может ли самая старая жительница страны оказаться старше самой страны? Какие имена оказались самыми популярными в 2023 году в Армении? И почему не стоит бояться армянских подростков, которые тусуются вечерами большими компаниями на разных перекрестках? Блок. Канал для думающих людей. Тут у нас снова понеслась тема со стоимостью проезда в ереванском транспорте. Это такая тема крайне опасная. Мы уже рассказывали вам о том, как очень давняя попытка местных властей поднять цену на проезд привела чуть ли не к революционной ситуации. Пару месяцев назад появилась информация, что местные власти снова решили все же поднять цену за проезд в городском транспорте. Заместитель председателя партии «Просвещенная Армения» Давид Хожакян в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке рассказал о том, что в ближайшее время армянские власти предполагают поднять плату за проезд в городском транспорте на 50 драмов. Но потом власти от этого открестились, сказали, что они вообще об этом не думали и ничего подобного делать не собираются. Но совершенно внезапно на сайте мэрии появился законопроект, который предполагал какое-то очень сложное повышение цен, различные тарифы. Мы долго это читали, ничего толком не поняли. Предполагалось, что в пятницу этот законопроект будут обсуждать на заседании старейшин. Однако вскоре появилась информация, что его даже не стали рассматривать. Что в общем-то в мэрии поняли, что гражданам этот законопроект не понравится и повышать цены они таки не будут. Но оппозиция сразу откликнулась на это. Заявлениями в стиле «Народ победил», «Все здорово». Потом, буквально через какое-то короткое время, появилась информация, что городские власти не отказались от идеи повысить цены за проезд, но они будут дорабатывать законопроект с учетом мнения населения. В общем, мы ничего не поняли. Цена за проезд – это странный предмет. Ее вроде повышают, а вроде как и нет. Совсем недавно в соседней республике состоялись стремительные выборы, на которых в упорной и тяжелой борьбе одержал беспрецедентную победу ныне действующий лидер страны Ильхам Алиев. Карусель, карусель, причинает рассказ. Это сказки, песни и веселье. Карусель, карусель, это радость для нас. Прокачешь на нашей карусели. Весь мир с содроганием наблюдал за этими выборами, думая, кто же там победит. Ну да, были очень разные мнения, в общем-то, разные варианты. Ну, в общем, победил в итоге Алиев, набрав аж целых 92% голосов. Ну, я сейчас не об этом. Американская журналистка забавно потроллила эти выборы, рассказав о том, что показательно на один из избирательных участков привели очень старую женщину. Ей было целых 125 лет. Самое забавное, как отмечает журналистка, в том, что ей на целых 9 лет больше, чем официально признанной самой старой женщине планеты, и аж на целых 20 больше, чем в самой стране. Это не свадебный обряд племени папуасов, а поздравление блогера Александра Лапшина с днем рождения. Такой оригинальный подарок сделали ему Арутюна Купян и Ангелина Данелиан. Друзья, это самое фантастическое поздравление с днем рождения, что когда-либо получал в жизни. Африканцы смеются над Алиевым. Поздравляют и желают мне победить вонючку диктатора Алиева. Написал Лапшин в фейсбуке. Интересная штука мода на детские имена. Это вот как-то вот так витает в воздухе. Дело в том, что когда родился наш сын, выяснилось, что одним из очень популярных имен было имя Александр. В 2023 году в Армении новорожденных девочек чаще всего называли именами. Мария, Люси, Наре, Арпи и Мане. А самыми популярными именами у новорожденных мальчиков были Давид, Нарек, Марк, Айк и Тигран. Как я уже упоминала, мы часто отвечаем на вопросы в одном из районных релаканских чатов. И недавно вдруг там завязалась интересная дискуссия. Один из, видно, не так давно приехавших россиян спрашивал остальных участников чата. Он писал о том, что ходит на прогулку с собакой и не знает, стоит ли ему опасаться больших компаний, подростков, да и людей постарше, которые собираются вечерами на школьных дворах, в скверах и парках Еревана. Ну, как бы я его понимаю. Ты идешь такой спокойный с собакой, никого не трогаешь. А тут такая компания непонятных людей, громко что-то между собой обсуждающих. И вдруг они ему такие, а семки есть? А курить дашь? А если найду? Ну, в общем, такой, да, гопнический арсенал. И ты, как бы так, заранее увидев довольно большое количество молодых людей, думаешь, нет, так я тут лучше не пойду. И вот он на всякий случай решил поинтересоваться, насколько безопасны вот такие вот вечерние выходы и прогулки с учетом подобных тусовок. И было очень интересно почитать ответные комментарии. Мы стали писать, да чувак, все нормально. Ну, самое большее, что может случиться, тебе скажут, а какой породы твоя собака? Вот такая забавная штука. Мы как раз рассказывали вам в прошлом ролике о том, что Ереван оказался на 15 месте в рейтинге безопасности городов. Ну, вот, в общем-то, и такое подтверждение. Спокойно ходите вечерами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все это очень поможет продвижению нашего канала. Субтитры сделал DimaTorzok